Кто такой цыплёнок? Кучи знаешь? Знаю. Петра яич? Знаю. Их хватает. Мам, а ты в молодости была красивая? Ну, конечно. Вообще-то в школе я была первая красавица. И что с тобой стало? Кучи флэпсавс. Сколько ты заработал? Расскажи. Не секрет. Венег? Да. Не секрет, конечно, но я забыла. Ты почему плохо учишься? Потому. Почему? Не всем же хорошо учиться. Надо кому-то и плохо. Хорош. Математика не получается. Получается. А ты решай задачи. Они не решаются. А кем же ты будешь, когда вырастешь? Буду прокурором или судьёй. Кто тебе сказал? Мамка. Мама, почему у всех папы серьёзные и строгие? А наш папа улыбается и каждый день весёлый. Потому что другие папы надевают защитные каски на работе, а наш нет. Мам, а папа что, зарплату получил? А ты откуда уже знаешь? Так он вон уже около забора валяется. Сынок, мне тут птичка напела, что ты куришь. Это правда? Мам, это ты, походу, что ты куришь, раз с птичками разговариваешь. Ты любишь с каким вкусом шампанское? Я все вкусы люблю. Хорю, то и пью. Что тебя ждёт во втором классе? Первое. Сложные задания. Второе. Предательство. Третье. Сложная любовь. Четвёртое. Очень тяжёлая расстава. Всем привет, это завтрак за три секунды. Значит, мы берём яйца и жарим их на плите две-три минутки, и всё. И завтрак за три секунды готов. Откуда берутся дети? Это нельзя говорить. Ну, один разочек. Мне вот нельзя. Но ты знаешь. Знаю, но не хочу рассказать. Точно знаешь? Ай, буквы только первую скажу. Давайте. Ну, всё, я вижу, что ты знаешь. Идущая со школы, мама сказала, если будешь хорошие оценки получать, поедем в зоопарк. Но с моими оценками можно ехать только в детдом. Скажи, Славик, как ты относишься к пению? Повтори, пожалуйста. Как ты, Славик, относишься к пению? К пению? Хорошо отношусь. Ты больше весёлые песни любишь или грустные? Весёлые. Я так и думал. Можешь какую-нибудь весёлую песню спеть? Угу. Могу. Висит на заборе, колышется ветром, колышется ветром бумажный листок. Пропала собака, пропала собака. Ты действительно думаешь, что это весёлая песня? По-моему, да. Что случилось, сынок? Ты почему такой грустный? Дело всё в том, папа, что я только что поругался с твоей женой. Теперь-то ты меня понимаешь, сынок? Понимаю. Так, я не поняла, а ты зачем тогда себе отца дневник-то плеил? А мне Мария Ивановна сказала, что хочет посмотреть на того идиота, который помогал мне делать домашнее задание. Папа, сколько времени? Без полпятого, четыре, полвторого скоро час. Спасибо. Пожалуйста. У тебя совесть есть? Нет. А где она? Тык. Разбуди её. Нет. Почему? Она поится у меня. А, она тебя поится? Видно. Каким машинам нужно уступать дорогу? С пожарным, полицейским, докторам и строителям. Строителям зачем? Ну, за тоже профессия. Ну, профессия, да. Спецназом. Пожарной, полиции, скорой помощи. Ещё спецназом. Точно? Нет. Спецназом точно. Знаешь, когда, мам, сливки взбиваются, это, это делают из молока. А молоко даёт корова. А если корова прыгает, вот и сливки взбиваются. Мам, загадать число от одного до десяти. Загадала. Умножить сверху на три. Умножила. Теперь раздели на семь и умножь на восемь. Ага. А теперь умножь на восемь и закрой глаза. Так, закрыла. Темно, правда? Георгий, откуда у тебя такая машинка? А, это мы с Петькой поменялись. А, понятно. Он тебе машинку, а ты ему что? А я ему по шее. Мам, ты что, обиделась? Валерочка, ну зачем ты позвонил в полицию и сказал, что папа гонит самогон? Потому что надоело пить чай без сахара. Извинись, скажи. Не буду ничего, извиняться не буду. Почему? Потому что вы себя задавали. Мам, тебя в школу вызывает физрук, трудовик, а еще историк. А что ты натворил, Тема? Я-то ничего не натворил. Это тебе лучше не надо на собрание ходить в короткой юбке. Мам, это золотость мне испортился. Ну-ка. Ой, да ладно. Ешь, не будешь. Все равно завтра в школу не надо идти. Да. Слушай, я чуть-чуть в садике побуду. Ты на работе, а папа тоже на работе. И потом я там чуть-чуть побуду, и потом снова опять будет. Выходной, да? Выходной. Мы потом будем опять все вместе. Поедем на мультик в кинотеатр. Ко? В городе, да? В городе, вон, ну, да. Да, Мам? Да. Все, уже камеру выключаю. Выключай, я уже все рассказал. А уж знаешь, что меня? И с заговора ищем я. И топинка, и еще. Ой, костяка, и шо. Лечка, небо кукуля. Это все мое. Одно ли, это родина моя. Я люблю носить тебя. Леш, ты кто по национальности? Та, татар? Ты не татарин же, ты русский. Вы че, вообще что ли? Я русская, папа русский, ты тоже русский. Я татар. Ты же Алеша Фролов. Ну я татар же. Ты русский. Ну и че, я же там татар. Почему ты татарин-то? Да потому что татарин набрали. Мам, ты спросишь, кого я был босс. Тебя, эй, синеклят. Я отвечу, синеклят. Ты обриваешься и уедешь. Жаль, что не попаял, попаял. Бабуль, привет. Малыш в школе. Меня мама заставляет уроки делать, а я не хочу. Когда пятница будет, я к тебе приду. Буду там отдыхать. Мама, тебе не кажется, что ты мне плавно наказываешь? Нет. Вот стоит ребенок в углу, и плохо тебе думает, тебе это надо. Мам. А? А ты чай с чем будешь? Я с рулетом. Здорово, и круглый год сру. А чай с чем будешь? Что? Мама, наша соседка беременна. Ну и что, мне нет никакого до этого дела. Ай, ладно, пойду у папы после отдыха не сейчас там в гости ходит. Куда он ходит? Пап, ты можешь нормально объяснить, в чем разница между мужчиной и женщиной? Хорошо. Слушай внимательно и запоним на всю жизнь. Вот у меня какой размер ноги? 44-й? А у мамы какой-то 37-й. Запомни, вся разница между ногами. Слушай, а чего вы с меня в садике занимались? Мамы рисовали. Так вы вроде и вчера мамы рисовали. Мы каждый день мамы рисуем, воспитательница нам всегда говорит. Всем сидеть тихо и рисовать мать вашу. Мама. Мам. А ты знаешь, какой у тебя должен быть рождь, чтобы соответствовать твоему весу? Ну и какой? Ой, пять с половиной метров. Деда, бабушка твой тайник с чекушкой крапиви нашла. Теперь не конец. Ну, Митяй, поминай меня на девятый день и на сороковой. Бежим! Мама, сколько нужно набрать лайков, чтобы ты мне купила набор агента карася? Восемьдесят лайков и я тебе покупаю этот набор. Хорошо. Мам, нельзя много сладкого. Почему? Потому что оставь нас спаваль. Нельзя много сладостей есть, а то животик заварит. Хорошо? Хорошо. Мам, понимаешь, мне прописал брать в конфеты. Какие? Дай конфеты вот мне. У меня не будет горло болеть. Горло болеть не будет? Нет. Папа, что ты делаешь? Посуду мою, ты не видишь разве? Ты у нас подкаблучник что ли? Я за такие слова и наказать могу. А я тогда что маме расскажу. Не надо маме. Сидели две девочки на крыше дома и бросали камни в прохожих. Одна злая, одна добрая. Злая попала три раза в прохожего, а добрая попала пять раз в прохожего, потому что добро всегда побеждает злой. Сашка, я хочу на море. Что делать? Что делать? Думай, мамая, что бы мы делали? Если бы, у тебя были мозги. В смысле, если? Зайдешь в хату, сразу ищи смотрящего. У параши не вздумай ночевать. Соблюдай понятия. Пап, я вообще-то в другой лагерь еду. Как жизнь? Нормальная. Нормальная? Да. Да всем бы такую жизнь, как у тебя. Ну сколько тебе лет, расскажи. Три годика. Три годика, ой. И ты уже стихи знаешь, да? Да. Пап, видал, какая радуга утром была? Видал. А на нее залезть можно? Петь, ты что? Взрослый чувак вроде. Как можно на радугу залезть? Она ж скользкая, пусть с дождя свалишься. Научишь меня сейчас как правильно, ладно? Угу. Вот сейчас я спою хоть одну песню. Нет, это ты потом споешь. Подожди. Нет, нет, сейчас, сейчас. Я просто... Я просто... Твою жизнь убил комаров. Валь, животное или насекомое? Они тоже шкачат щит, как и мы. Папа, я тут подумал, я уже очень взрослая и могу жить один. Ты правду говоришь? Да. Ты справишься? Да. Ну, молодец, я тебя поздравляю. Спасибо, ваши вещи с мамой стоят у двери. В смысле? Будешь спать? Нет. А? Нет. Ты что, хочешь, чтобы за тобой Путин пришел? Нет. Тогда Путин придет за тобой и заберет тебя. Нет. И повысит тебе пенсионный возраст до 80 лет. Ты хочешь этого? Нет. Спать будешь? Да. Ну все, тогда спать. Все, глаза открой. Скажи, Сашенька, я плохая мать? Я Никита. Пап, а откуда мы взялись? Нас создал Бог. А мама сказала, что мы произошли от обезьян. А, ну это мама про своих русников сказала. А я про своих говорю. Один кусочек. Нет. Один кусок. Кучу маленький. Кучу маленький. Чего? Чего? Кучок один. Осталось. Надо его съесть. Что тебе бабушка обещала купить? На ебук. Как? На ебук. Зачем тебе? Ну, хочу. Мне извини. Георгий, я тебя просила белье повесить. Ты его повесил? Нет, мам, я его решу помиловать. А ну-ка, давай, быстро подходи, всем говори, что сестра тебя не бьет. Дубасит. Серега, здорово. Как ты види, а? Вот так и Серега. Ты чего плачешь? Хочу пиво. Зачем? Знаю. Надо только взрослым пиво пить тебе нельзя. Мама, это что? Это котлета, будешь? Нет. Да не, я котлеты не люблю. Не любишь котлет? Ладно. Мы давно-давно уже живем в городе Петербурге. Давно. Сколько лет ты живешь в Петербурге? О, двадцать я живу тут. То есть тебе четыре, а ты живешь двадцать в Петербурге? Да. Посмотри, я тебе даю много денег, и ты меня пускаешь гулять, и дедуле не расскажи, и все на этом. Еще как расскажу. Ну, давай договоримся. Послушай... Юля сказал охранять. Ну, и никуда не пускать женщин. Ну, я же тебе деньги плачу, Лея. Мне не нужны деньги. Мама, почему тебя папа называет МИОН? Меня папа так называет, с чего ты взял? Я слышал вчера, что папа говорил соседке, что этот МИОН уйдет на работу и может приходить. Что он там говорит? У меня есть... У меня есть... Ну, в общем, это не важно, что у меня есть. Давай. Где обитает воробей? Еще раз читай. Где вы обитает воробей? Воробей. Еще раз заново читай внимательно. Где обитает воробей? Ну, почему он обитает где-то? А этого я не знаю. А может, ты прочитаешь внимательно? Где обитает воробей? Еще раз. Где обитает воробей? Да, может быть, ты еще раз прочитаешь внимательно слово, какой обитает, где обитает воробей? Где? По слогам читай. Где? О-БЕ-ДА-ЕД Где Е-Т-А? Где О-БЕ-ДА-ЕД Дальше ДА-ЕД-ДА-Л Где обитал Мороз? Мороз читай! Куда? К Андрюше Жнать в ту квартиру Он меня ждет Если ты не купишь моложеное То я тебе куплю То я тебе не куплю Все что угодно Если купишь, куплю Я не понял, что надо сделать Купить или не купить? Купить Что? Моложеное Моложеное? Ага Глянь, человек идет А, так это дядя Вася Трансформатор Он здесь все и перекопал Какой еще трансформатор? А такой Триста восемьдесят Получает Двесть, двадцать домой приносит На остальные гудит Жить только мишу Теха Здорово Удачи, Ёха Мам, почему у нас папа лысый? А потому что он у нас умный сынок А почему у тебя так много волос? Заткнись и ешь В эфире на первом канале Прогноз погоды После короткого потепления Всего за сутки Через весь округ Пройдет снежный циклон В Курской Белгороде Воронежской И Тамбонежской области Папа А? Я хочу на обед картошку Ну нет проблем А где эта сука Которая очистит картошку? А, она наверное в магазин вышла Сейчас придет Папа, а бабайка бывает? Бывает А как она выглядит? Ну, чуть лучше, чем мама Твоей мамы А можно я помогу? Хе, нет уж От вас, мальчишек, одни проблемы Глянь, человек идет А, такая дядя Вайс Трансформатор Он здесь все и перекопал Какой еще трансформатор? А такой 380 получает 220 домой приносит На остальные гудит Жить только мешает Слушай, Сереж, я тут узнала Что с помощью ТикТок Можно зарабатывать деньги Ты не знаешь как? Конечно знаю Покажи, а Смотри Открываем ТикТок Заходим в настройки Ударяем аккаунт И идем работать Понятно? Сережа А ну давай домой Я вышел на улицу Только 20 минут назад На этот раз что? Я замерз? Нет, ты кушать хочешь Что надо было купить? Самокат В магазине? Да В детском мире Где покупаются Самокаты Забыл? Не знаю Что, забыл? Забыл ты? Ничего я не забыл Купил? Купил в детском мире? Попозже На следующей неделе Господи мой Из Москвы Из Москвы Из Москвы, мам Дочь Да Ну дедулюшка Попомни Ты что ж ты, погониц Родному деду Грозишь? Значит Ты Мне Грозишь Погоди Погоди Дедулюшка Вот Выпадут У тебя Зубы Я тебе Жевать не буду Лучше Не проси Значит Ты бабушку С собой возьмешь А дедушку Здесь оставишь Да А дедушка Будет плакать Без бабушки Не будет Не будет А бабушка Устала, да Егор? Как бабушка Устала? Как Забыл Точно И ты бабушку Отдыхать С собой возьмешь Да